спонсором данного видео является компания про джапан мотоциклы из японии под заказ с аукционов ссылка в описании хеллоу ребята в этом плохом канале во время всеобщей истерии и сумасшествия по поводу всяких заболеваний гриппом вот мы с василием бабаевичем который живет в нью-йорке вот записали репортаж из нью-йорка о том как живет нью-йорк во время коронавируса вот но там ходят всякие слухи вот всякие там чудеса там про москву что вообще все все пропало танки там на улицах там вообще как полная жопа вот и лишний раз вот посмотреть на всю эту картину да то есть как мало стало нужно чтобы просто запустить всеобщую истерию всего лишь в соцсетях публиковать фотографии из непроверенных источников и писать всякую херню вот стоит это где-то написать вот это дело подхватывает сми и вот мы живем сумасшедшим доме поздравляю вас но от себя могу добавить к этому то что но переживать и страдать по поводу событий которые уже произошли абсолютно бессмысленные занятия вот потому как вы это ничего не приведет вот я понимаю конечно что может быть кому-то это сложно вот но это абсолютно бессмысленно вы ничего не измените этими страданиями там и так далее вот если что можно делать это приспосабливаться искать выход из сложившейся ситуации вот так же как у нас принято еще гнать на все подряд там говоришь что все вокруг козлы тоже бессмысленные занятия то что тоже ни с чему не приведет вот поэтому давайте попробуем избавиться от ну покрыми хотя бы этой истерии есть нейтральный сюжет еще нет вообще жесть будет люди люди поразбегаются можно так начать а потом меня где-то была такая херня слушай надо было тоже одеть такие два друга блять привет тебе будет интересно короче один одного товарища жена китайка у нас два китайца и у американца жена китайка короче по дороге смотри на самый на третья авеню вот люди автобусы сразу ходят видишь бомжи ходят с пачками и так далее короче он пошел супервайзер вот американец тихий спокойно его не видно не слышно пошел пожаловался что мою жену типа там хает хает это типа прессует он полиция едет слева справа фура стоит посередине дороги всем похер о раздули такой скандал чуть ли не до увольнения этого чувака который там стебался над этим товарищем на сам 2 2 гору гору на есть один поляк такой несет всякую ну короче как шизоид последний а другой американец такой наверно диабет третьей степени килограмм 200 тоже кроме мамата фака ничего не знает и по дрэп еще кофе еще раз черными тусуется кто-то его поддержал а это бесплатный парковка вот то что вот мы сейчас проезжаем нет в городе нью-йорке нету такого же машину поставил и все как европе например тут есть по дням на каждой улице есть такая табличка сейчас подъеду покажу включаем эти самые вот справа бед белая этикетка такая видишь вот вот на ней написано что это во-первых метр паркинг а во-вторых ремонт этих чистка улицы происходит с 8 утра до 8 30 except saturday ну не включая субботу короче почет в зависимости от дня должен переставлять машину налево или направо под ним чет с одной стороны например четные слева нечетные плюс эти есть места где такая же табличка ну считай что через каждый столб стоит эта табличка и на ней написано когда можно ставить когда нельзя ставить там где где по полиции где войска остров честно сказать я сегодня дежурный был по машине всю ночь ездил по манхэттену я так и не видел где войска где полиция полиция у нас убегает первое не найдешь их никогда когда все спокойно они первые ну ты такая довольно таки стратегическая улица то есть это третья обвинена тянется из даунтауна сюда наверх почти в гарлем в городе нью-йорке закон вот эти фуры должны смыться до 6 утра дорог ночью движения сильно движение идет развозка идет всякие там доставка они носятся как угорелые а вторая веню ну через блок короче то есть это третье видео вторая в ту сторону есть и и движутся они от а джордж вашингтон мы сейчас туда будем выезжать это федеральная дорога по которой производится доставка в город нью-йорк то есть не город нью-йорк а манхэттен нью-йорк тоже чтобы ты понимал это такой как тебе сказать карман манхэттен это остров сверху идет дорога такая полосочка и от нее вниз такие сопли как бы сказать артерии по которым подается туда все вот принципе все просто вот два кекса идут таких по дороге по хервеникин без масок без ничего дождь у нас во-первых темно и сильно видно сейчас могу заехать вот самый центр самый центр гарлем называется 125 улиц на нее поворачивать тут у них магазины все тут у них тусовка тут типа нашей тверской вот так вот вот люди стоят слева справа масок то есть один процент может быть маски видно все рада полиция слева вот эти ступеньки зеленые это метро внизу идет то есть под авеню идет метро которое пронизывает весь город сверху донизу народу побольше сейчас поверну камеру на улицу видно нет надо вверху вот это метро идет наша и под низом то есть через каждую веню под низом идет 7 утра пятница до 7 утра пятница какой там 28 у меня билет вчера был на самолет куда должен был на украину должен был должен был лететь это один квартал и чё на украину другой квартал и чё в москву или в питер вот это медисона веню тут она немножко темноватая ну вообще это богатая улица вот перед нами пересекаем на камеры есть камеры справа тут висят сейчас покажу ну тут такого бандитизма нету конечно темные люди они обычно кричат камера висит сейчас нему к и телефон вот на углу на столбе белая коробка висит видишь что магазин то закрыты магазины закрыты до сказали чтоб на выходных сидели дома магазина закрыты какие всякие эти малые бизнеса и так далее ну как и у вас в принципе гастрономы все работают вот такие кексы нах ездят самое опасное ночью нанесется километр шестьдесят пробую не завин на этих электро самокатах короче развозка идет ночью очень опасно такие грузовики едут и ты едешь а эта штука несется не видно не слышит один фонарик в этом маленький вот food слева магазин сеть больших магазинов all foods вот он она работает видно да где очередь они эту очереди все я слышал брежнева вообще ты видел какая у него там очень как в мавзоле являет там два видео про очередь я собал желаю таких очередей в жизни это выходные что там такая фигня очередь была это тоже раз попал это был супермаркет такой где продается оптом типа ты берешь большие упаковки нам с утра очередь когда он открывается а потом не было ничего буквально вчера я взял столько набрал бумаги столько набрал от гречной каши риса когда это съем все не знаю водки там литров 10 коньяка литров 5 на короче приезжай бумаги наш набрал как дурак думаю зачем у меня беда стоит зачем это надо ой что продаж мы сейчас прыгать а никому не надо в америке одна проблема никому ничего не надо то есть это 125 улица она пересекает сверху если остров он как бы сказать такой кишка вниз висит аппендикс то она пересекает сверху поперек весь этот манхэттен мы сейчас выйдем на мы были на и сайте сейчас выйдем на в сайт вот полиция поехал но обычное утро ничего такого дети войска где этот потерпевший до сегодня прослушали лекцию что там если сидите дома сидите дома ничего проблем нету но никто не говорит что за это будет платить в этом вся проблема тут шухер начнется когда снимут дотации эти все которые платятся короче вот это впереди здание это все социальное жилье вот эти громадные 20-этажные здания их очень полно по манхэттену и везде по нью-йорку громадное количество но я не знаю но миллионов 8 наверно тут сидят на дотациях то есть им как они сидели им по фигуру что есть этот вирус что нету это вируса если наши детей них много идей детей надо куда-то выкинуть уже дома не начнут там немножко шалить шалить это на пойти банка грабить пойти кого-то там порезать пострелять это у нас такое полиция сейчас не приедет я так то дождь думаю все шмаска вот я как наряжусь вот так и пошел грабить банк незнакомая на банке работает видно все нет автобуса люди стоят автобусы ходят в полный рост нету такого что там один человек сидит два человека сидит три то есть нету же этажа такого заехал в русский магазин сейчас он конечно закрыт вот это надо было конечно сделать видос заехать в русский магазин и посмотреть сколько там стеллажей всего наперлино вот это правильно парковка на повороте да я смотрю вообще чему это правильно ну успел быть да а здесь же нету этого медицинского свидетельства ты едешь как как сказать среди врагов среди шизоидов среди медицинского свидетельства нет бабушки дедушки они едут вообще куда им надо вот едешь и боися как бы сказать уворачивайся от всех может так сказать то есть пришел в это гаи которые показывали здоровый здоровый ну заходи там ответил на 20 вопросов все вот тебе права и пошел если нету прав самый маленький штраф да если тебя нету страховки чуть ли не в тюрьму посадит вот так самое главное на страховка в америке можно все все застраховать залезть в подвал и застрелить ха-ха-ха-ха главное что была страховка потому что при... а что смеешься приеду страховки нет тебя не заберут все потом тебя выкинут дома пишут продадутся аукциона вот все мы выехали на... а что такое все на желтый знак едут вот выехали на Westside такая большая стратегическая дорога вот это впереди всякие мосты вот за сверху над нами идет дорога вот сейчас выезжаем на хайвей это у вас холодно сколько у вас там градусов 52 ну не жарко 52 но 52 это по фаренгейту это где-то считаю 32 это 0 где-то 5 градусов 5 градусов ну для нас ты привык к фаренгейтам то не очень не ну я знаю это сколько ты как сказать ты ну ты считаешь и в фаренгейтах и в цельсиях и спидометр у тебя и в майлах и в этих километрах тоже 60 майлов федеральный закон федеральное ограничение по всей Америке это 100 км в час хоть какой у тебя мотор как ты пытайся меня просить налог там на машину на то на сё на моторы нет у нас такого поэтому моторы громадные но ехать можно не больше 100 км в час слушай но по какому-нибудь хайвейте можно больше наверное нет? там где-то есть в штатах определенных типа Техаса типа ну в основном Техас у нас такой свободный штат можно с пистолетом ходить можно реактивный двигатель заводить в огороде у них свои законы можешь американские горки построить никто тебе не может сказать кривого слова так вот это как называется это риверсайд или 9w дорога вон впереди у нас мост видно не видно да стратегический вот в этих домах живут все кто убежал с России вот на той стороне там 5 или 6 этих домов очень дорогой район вот там всех можешь встретить кого ищет кого в розыске ну вот все они там живут аренд дорогой а вот это стратегический мост вот это мост он двухуровневый фуры идут только сверху то есть федеральная дорога она движется аж не знаю до Лос-Анджелеса то есть тут можно поехать дорога называется восьмидесятая и доедешь как Алекс Брежнев он тоже там последних видео ехал по восьмидесятой дороге вот здесь она начинается и пошел так ставим камеру на место вот Джордж Вашингтон опа блин купил стадик купил как положил бардачок так и лежит так вот сюда мы ныряем опа да 5 градусов у нас 13 лет у вас жара у нас же климат Турции Нью-Йорк находится на уровне Турции на уровне Стамбула точнее если ноль дети в школу не идут если ноль Цельсия дети не идут в школу ныряем вот сюда Нью-Джерси вот этот мост все время я проезжаю и все время боюсь если его закроет все капут от чего должно закрыть бывает такое мотоциклисты например задавят тоже такое бывает и все и не проедешь никак тут три перехода один здесь этот мост и два маленьких туннеля ну туннеля вообще перекрывается легко этот мост побольше а с той стороны там дальше по речке вот речка Хадсон то есть гудзон по нашим или как называется гудзон там и шашлык не зужарим он тут строит так как бы мне камеру поставить ну подожди да я встану здесь держать не очень хорошо опа он тоже встал на мосту он долго стоять не может потому что подъедут сразу ну вот видишь да движняк а тут движняк поинтереснее будет сейчас тут идет подача грузов Нью-Йорк скорость у нас километров 100 тут должна быть должен быстро пролететь тут камер понатыкнена видно да сколько фур идет то есть это фуры тут с севера на юг в сторону Флориды и оттуда идут сюда то есть вот слева идут видишь сейчас приеду на левую сторону чтобы было виднее видно так так в левый ряд у нас можно вставать в левый ряд вот фуры идут люди идут в 7 утра хотя в принципе не рабочий день мост строят какие-то работники мотоциклист даже один поехал на БМВ вот в 5 градусов на отранец наверное вот все мы переехали в Нинджерси вот у нас начинается 80 дорога здесь вверху знак видишь 95 95 это идет сверху вниз окончание нечетное это параллельные дороги окончание нечетные это широтные дороги понял то есть 80 идет поперек здесь там 5 какая 5 3 на конце они идут сверху вниз получается да 95 идет с мэйна то есть самой верхней точки Америки по этому побережью вниз вниз туда на Флориду я по ней ездил ничего хорошего едешь едешь то есть такого как ты путешествуешь там интересно на мотоцикле все такое здесь такого нет тут такой хайвей сейчас я выйду тут еще какие-то строения есть да что-то такое потому что тут такая большая развязка вот а сейчас я выйду на прямой хайвей то есть сейчас тут будет раздвоение эти фуры пойдут на юг вот Коска едет справа от меня это громаднейшая сеть супермаркетов где Алекс Брежнев покупает ну ты слышишь может Коска, Биджиз это магазины где покупает оптом, коробками, ящиками туалетную бумагу там туалетная бумага я не знаю сколько полтора километра даже такая в упаковке вот типичный хайвей такой вот что тут можно увидеть как правило они в таких туннелях как правило они все огорожены и вот эти вот фуры носятся справа слева зато отбойник есть везде не везде есть это здесь вход на этот мост он такой как правило хайвей разделены то есть тут плотно а как правило правая сторона и левая отделены там какой-нибудь зеленой полосой то есть тут Нью-Джерси и в Нью-Йорке еще плотное как бы сказать движение а туда дальше уже в Пенсильвании там уже разделены то есть ближе к городам оно соединяется дальше разъединяется то есть правая сторона левая они не вместе вот ну если на фуре кто-то заснет его конечно не остановит ни барьер ни ничего у нас водители траков считается самой опасной работой потому что их гоняют там у них счетчики стоят чтобы они спали конечно никто это не соблюдает а если на русского работаешь по фамилии Кац это вообще жесть так ну вот последняя точка вот 80-я дорога слева парквей и направо идет тарамбай так называемая старейшая дорога Америки которую строили в 1928 году платили доллар в день народу было нечего жрать и вдоль этой дороги были так называемые города Гувара такой был президент короче палаточный городок люди потеряли все кинули то есть они говорят Америка но в Америке народ кидает еще лучше чем у нас перед войной принудительно забрали все золото у народа под пистолетом просто приходили домой отдай золото ну как у нас это когда хлеб забирали да а тут так золото забирали золото серебро потом ввели эти налоги на землю под шумок типа что вот война туда-сюда временно временно как сказать вводим но забыли их потом отменить вот поэтому в Америке ничего своего нет потому что у тебя домик под Москвой есть это хорошо потому что кто приезжал раньше сюда первая миграция вот эта хрущевская выпустили русских потом вторая третья сейчас приезжают так если у него полмиллиона денег нету нихер сюда ехать вот ну естественно Москва Питер ну Питер в основном в Европе так смотрю в основном они к Германии потому что там близко проскочил на пароме в эту Швецию из-за Швеции уже до дому а здесь все таки далековато 9 часов лететь вот мы находимся уже в штате Нью-Джерси это такой самый богатый штат Америки почему богатый потому что дурной почему дурной потому что очень дорогое проживание здесь такого нету нигде в Америке что платить в месяц минимум тысячи баксов как бы налог на землю налог на это минимум что у тебя есть дом и он стоит на земле и ты должен заплатить эту тысячу и плюс там всякие кредиты и так далее короче чтобы так нормально существовать пятерку нужно на гора выдать вот сейчас начинается интересный шухер что все маленькие предприятия стоят то есть простое две недели это смертельно даже одна неделя это смертельно в Америке вот я работаю в такой организации что пока нету простоя но а эти маленькие уже люди начинают плакать ну примерно как на конференции с Путина что женщина вышла и сказала что у меня такой бизнес я его поднимала там несколько лет и сейчас я не знаю что делать потому что все капутно люди не придут кредиты растут народ распустить а куда народ пойдет непонятно что он будет делать но у вас там тоже безработан сейчас дофигища у нас да дофигища они ударили с этим коронавирусом но у нас другая эпидемия у нас эпидемия этих бомжей это существенная эпидемия это как они говорят столько-то там умерло у нас бомжей два раза больше по Нью-Йорку то есть они как рассадники конкретные их надо собирать их надо в карантин то есть если едет метро метро например 10 вагонов в каждом вагоне по три бомжа сидит один сидит посередине и два по краям то есть это такой амбрелла вокруг него что даже передать не могу вот и они а паровозы ходят то есть метро ходит всю ночь работает в Москве оно закрыто там с часу до пяти а здесь а здесь работают 24 часа в сутки вот слушай ну понятно да что-то я не вижу ни полиции ни войск вообще ничего не вижу абсолютно никаких окшлагбаумов ограничений постов ничего нету у нас там вообще пишут о том что у вас чуть ли не комендантский час есть комендантский час но комендантский час опять же не такой как мы принят поиска сказали что не ходите с восьми там до пяти утра в данном случае вот в штате Нью-Джерси есть комендантский час да но я на работу еду в девять часов вечера поехал поехал вот на эту дорогу выехал и погнал а ну то есть у них это просто ну как это сказать самоубеждение что ли ну хочешь ходить хочешь не ходить лучше не ходить так что ли да у нас вроде точно так же я просто в Москве тоже давно не был на ту неделю заеду смотри там где нет вообще ни одного человека в Москве нет ну вообще тут на все наплевать ну я брату звонил в Омск там тоже они понятия не имеют что это такое как это ну у них там прохладно но опять же это вирус как сказать это такой открой учебник биологии за десятый класс 1980 года и там в разделе вирусы есть коронавирус их тысячи вот потом забыли что у нас были эпидемии там ящера эпидемии чумы просто средства массовой информации так это все не разносили что это просто караул по моему мнению идет какая-то отработка варианта химической войны китайцы я всем говорю что китайцы это серьезные ребята с ними шутки плохи полтора миллиарда поставить под ружье это они затопчут просто все я даже не знаю как тебе сказать это быстро они сгруппировались быстро всех закрыли быстро всех идентифицировали камеры на каждом углу сейчас они ввели эти тепловизорные камеры которые видят твою температуру то есть поток людей идет по этому потоку они выясняют уже у кого какая температура из этого потока там идет человек 300 400 они уже выхватывают конкретно у кого повышенная температура можешь себе представить то есть у нас по моему тоже метро ввели тепловизоры не знаю выхватывают они там или нет ну что такое же тоже есть ну пока я видел реально есть или нет не знаю ну в Китае там же города так 5-7-8 миллионов это нормальный среднестатистический город у них деревня полмиллиона миллион такой сельсон вот у них там будут утгуры это туда на границе с Казахстаном с Киргизией там ургурский район если интересно поинтересуйся в принципе наши пацаны которых Сталин отдал просто тупо Китаю между тем районом и центральным Китаем там пустыня от этой копии вот там их 30 миллионов они сделали там концлагерь на 30 миллионов чтоб ты понимал на каждом углу камера на каждом углу там шаг право шаг лево турники везде стоят везде эти проходы больше трех не собираться и это длится уже 20 лет то есть система можете представить 20 миллионов взять в концлагерь да нам до такого далеко а у них тоже отработано это все дело никаких там восстаний нету никаких там это по свистку встали по свистку пошли на работу или не пошли все то есть у Китая идет отработка на миллион минимум вот какой-нибудь там шухер они сразу отрабатывают миллион легко а здесь у нас это вообще там какие-то тысячи там или в Нью-Йорке вообще не знаю как они миллион сразу оккупируют или как-то их повяжут не знаю у нас тут еще религиозная тема эти всякие русские это капец у них там это ты не представляешь если приедешь я тебе покажу это 17 век смрад стоит такой что мама дорогая все получают дотации мать героин у нее 17 детей каждый год она рожает никто ничего не делает такой у нас в Бруклине район там есть в Бруклине и они уже там не помещаются их отсылает там в стейд Нью-Йорк туда вверх вот в тюрьмах сидит полтора миллиона людей это Сталин просто детский младенец по сравнению с этим количеством сколько здесь сидит там вот интересно вообще окей полчаса с тобой говорим давай это самое стопорить давай на следующую серию перенесем а то это мы сейчас это часа на два как-то затянем нет я уже скоро приеду ахахаха ну вот давай все покупки происходят в Америке на этих а никого нет и кого нету ну да рановато еще конечно ну покажу где происходит закупки народа вот о кстати я наверное остановлюсь выйду покажу потому что громадное сооружение это типа торговых центров только они расположены за пределами города в городе Нью-Йорке таких торговых центров нет весь Нью-Йорк ездит в Нью-Джерси на закупки то есть одна плаза вот эта здесь ближайшая другая плаза чуть дальше что это такое это сейчас вот стану раком вот чтоб было видно там работает вообще сколько? работает работает сейчас рано короче вон магазин Коско такой блок находится это спортзал стоит джим и это тряпки за ним находится Мэйсис отделение вот сейчас наверное люди будут очередь занимать чтобы народ подъезжает я смотрю полицейские стоят для контроля надо ехать правильно надо ехать правильно закрыты вот такие вот ресторанчики справа слева маленькие но Коско будет сегодня работать потому что будет ОЖОТАШ нет народ подъезжает народ занимает очередь вот вот сейчас мы подъедем прямо к входу нет показываю очередь очередь у нас есть видно нет вот вход такой блок углом входить надо значит эта штука открывается в 10 часов закрывается в 6.30 в пятницу она открывается с 10 видно справа знак белая этикетка вон расписание Народ штурмует сейчас минуточку интересное шоу я пропустил Народ уже стоит тогда я тут и позавтракаю так выходим опа так ох вот до открытия магазина у нас сколько тут два часа вот как говорит Алекс Брежнев но это магазин закупок больших товаров большими порциями то есть пятница суббота как правило shopping day то есть shopping ну народ скупляется вот тут стоят такие корзинки длиннее магазин рассчитан где-то местное сразу посещение где-то человек 500-700 за тысячи наверное вот как правило суббота воскресенье такие закупочные дни которые народ скупляется поэтому может быть очередь не исключено но среди недели тут нету ничего вот так то есть вот такие громадные территории это плазма кстати можно на этом на гугле забить просто в и по карте гугл сделаешь такую скидку он видишь пишется андрей такие понятно да слушай люди есть это надо в течение недели будет скачать посмотреть а среди недели не будет никого короче вот эти магазины то есть они как сделаны например этот мэйсис это блубери блуминг дэлс за ним еще есть этот лорд и тейлов такое крестообразное строение и внутри коридоры такие ну как у вас там скажи где напротив там подземельный подземельный такой магазин а здесь оно плоское такое вот то есть это одно такое сооружение и местным товарищам просто некуда идти достопримечательность мало то есть тут происходит у них тусовки то есть все дети все кому делать нехер они приезжают сюда и тут тусуются ну что они тут тусуются я не знаю вот тут вот народ подъезжает немножко занимает очередь ну это в принципе нормально это ничего страшного транспортный засоб окей все стопорим а то мне уже просто пора ну давай 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 а то я на улице стою посередине перекрестка ну что все на связи